Друзья, всем привет! С вами Олеся, а у нас с вами четвертое занятие школы по строительству городов будущего. Итак, мы с вами медленно, наверное, продвигаемся к моим городам будущего. И сейчас мы проходим базу, без которой нельзя двигаться вперед. Почему? Потому что в будущем мне обязательно понадобится, чтобы вы тоже что-то подмечали, начинали со мной это обсуждать, вводили свои дополнения для того, что если они понадобятся, при строительстве какие-то изменения определенные. А пока фундамент, тема обозначена, это 100 лиц богов и почему трезубец. В прошлом видео я затронула тему о живых кристаллах и кристаллах Земли. Так вот, сама Земля является кристаллом, он является частью ее земной коры. И частью симметрии Земли. Эта тема, она изучена по многим источникам. Видите, мы даже глобус раскрасили, потому что постоянно задаемся вопросом, что, где и как. Пятиугольник и треугольники. Забейте в интернете о кристалле Земли, и вы увидите, что это открытие было сделано учеными в СССР в 70-е годы. Плюсом из последнего уцельнозора тоже это хорошо рассказано о кристалле Земли. Эта тема очень интересна, и она затянет, поэтому я ее оставлю на когда-нибудь. А сейчас продолжим. Итак, возвращаемся к нашей теме. Жрецы древности задавали симметрию священным рощам, и она передавалась и природе. Так вот, наши древние предки Асуры, вспоминаем Асы Света, они использовали это явление при строительстве божественных эгрегоров. Божественный пантеон представлял собой древний эгрегор, который создавался многими тысячелетиями. И каждый эгрегор отвечал за свой мир. Ра отвечал за физический, да и за эфирный, дашь бог за астральный, сварок за ментальный, и пан за казуальный и так далее. В матрешечках я вам рассказывала о телах, которые у нас с вами наращиваются. Они наращиваются осознанно или неосознанно, как сейчас. Так вот, каждый следующий пантеон, о которых я вам сегодня расскажу, это очень интересно. Так вот, они имеют степень симметрии гораздо более, степень симметрии эгрегоров гораздо более высокую на каждом следующем уровне. Чем больше симметрии, да, тем больше божественно. Так вот, человек наращивал в себе 108 качеств богов, потому что 108 богов. Отсюда и столица. Это 100 лиц. И человек, который пытается докопаться до истины, он не смог пройти, конечно же, мимо числа 108. И были замечены следы почитания этого числа и создания с помощью него даже числовых систем. Это было в Индии, в Греции, в Риме, у кельтов, у славян, у шумеров, у китайцев. А скандинавы вообще представляли, что число 108 – это число Вселенной. Это число, оно считалось священным у всех индоевропейцев. Отчего мы четко понимаем, что мы были одним народом. Иначе нельзя объяснить его распространение от Ирландии до Индии, от Скандинавии до Китая, создавая священные рощи, экосистемы, подчиняя их законам эволюции, развивая в них симметрию, наши предки получали в итоге разумное существо, которое обладало самоуправлением. Но ключевое здесь, что наши предки, они на этом не остановились. Подчиняя количество видов в биосфере божественным числам, наши предки достигали того, что биосфера становилась божественным существом, которое обладало безграничным могуществом, силой мысли, вечностью, и она сама управляла климатом, почему и было тепло везде. В зависимости от заложенных степеней симметрии, и ритмов экосистема могла достигать уровня Дева, Чатра, Бога, Дия, а также Царь Бога. К чему привязывались числа? Эти числа в пантеонах богов, которые расположены на Земле. Каждое число было привязано к определенному богу. Как вам проще объяснить? Есть такие вещи неизменные. И если вы смотрите на Землю с точки зрения космоса, то есть вот такие реперные точки, так называемые, с помощью которых они всегда фиксированы, вы можете управлять. Давайте посмотрим, что у нас всегда фиксировано. У нас фиксирован год, в котором 365 дней с копейками. Есть дни осеннего и весеннего равноденствия. Есть летнее солнцестояние и день самый короткий зимой. И точно так же в наших сутках 12 часов круг и 12 часов 24 часа. Так вот, если вы смотрите сверху, вы можете создать такую же систему. 12 месяцев и 12 месяцев. И получается ритм в течение двух лет. Соответственно, даты этих богов можно привязать к этим реперным точкам. Осеннего и весеннего равноденствия. Тогда оно как ритм, как сердцебиение будет звучать. И пульсировать, как диаграмма. И это оживает. А нам нужны на Земле ритмы и симметрии. Центруем по компасу и вот вам привязка уже ритмов и симметрий. Друзья, наши с вами мозги, я знаю, закостенели. Но нам необходимо их растягивать, иначе мы просто не увидим новые горизонты. Сейчас мы с вами начнем их открывать. Так вот, как получилось, что наши исследователи стали копать? Основываясь на том, что в основе был древний русский язык, исследователи начали проверять с русского счета, в котором оказалось, что все просто на поверхности лежит. Даже при беглом взгляде можно увидеть зашифрованные имена богов. Все исследования по Европе, это то, что я вам рассказывала в передаче «Храмы богов в названиях народов и городов в Европе». Это все по пантеону Ра. Если сравнивать культуру Европы, Азии и Америки, мы видим некоторые отличия и правильнее к ним относиться как к самостоятельным трем культурам – европейской, азиатской и американской. Но в древности эти, казалось бы, разные культуры имели один общий корень, то есть одно единое целое. Если судить по древней архитектуре храмов, то можно выделить один тип культового сооружения. Башня с маковкой – это европейский тип, пагода – это азиатский тип, а вот пирамида – это тип американский. Египетские пирамиды – это уже привнесенный культ атлантов на землю. Судя по архитектуре в Европе и Малой Азии, храмы этих строений в Древней Руси назывались кут. По строению это мужское начало. В Азии преимущественно сохранились строения, так называемая форма пагода – это близкая к женскому началу. А в Северной Америке храмы ступенчатые, усеченные, имеющие наверху святилище киф. И у нас в русском языке сохранились такие понятия, как рок, див и бог. Бог по рангу выше дива, а див по рангу выше рока. И разбивая на древнерусский счет, мы видим наши пантеоны богов. Первый пантеон богов совпадает с русским счетом рас. Это пантеон бога Ра. Ра возглавляет пантеон роков. Вспомните дошедшего до нас Ророга. Число 2. Тождественно с именем бога див – Ди. И он возглавляет пантеон дивов. Число 3 соответствует три богу, дать богу, дать богу, который тесно связан с подагой, пагодой, а также связан со словом погода. Бог, который возглавляет пантеон, должен иметь как минимум четыре имени. А это связано с тем, что он собирает в себе все четыре стихии. Отсюда подражание королей богам, которые пытались в своих именах соединить очень много имен. Так, друзья, мы с вами пришли к краеугольному камню, существовавшей в древности пантеоны роков, дивов, христианской традиции ангелов, богов, каждый из которых, из этих пантеонов, состоял из 24 богов. Это было три кита, основы культуры, ассуров. Позже, сначала ассурской цивилизации, позже цивилизации атлантов и позже борейской цивилизации. Территориально каждый пантеон охватывал отдельный континент. С латинского «кантина» это «храм». В Европе находился пантеон роков, возглавлял его бог Ра, отсюда и название Волги Ра, отсюда и Россия, вспоминаем, Ра сияющие, отсюда и название европейских храмов на разных славянских языках. Куд, куд, кот, конт, и отсюда и слова «удел», «удалец», «удесник». В Северной Америке находился пантеон дивов, да, выше роков. Отсюда и главным здесь был бог, он же дей, он же див, он же див. Индейская кив, сходность див. Мы все с вами понимаем, эти древние знания, они передавались, и вы все знаете, что можно написать «д» как «г», «г» как «к» следственно, и как уж прочитали. Поэтому мы действительно должны все это соединить воедино, понимая обыкновенные житейские моменты. Там вообще очень много совпадений, и можно в эту тему зарыться и почитать, но придется брать, сразу скажу, из разных источников. Ну, если что, спрашивайте. В Азии пантеон возглавлял дачбог отсюда, и как мы называли Китай, «кит» это в основе пантеон, отсюда и «скиты» это община монахов, посвятивших себя пантеонам богов, и «скифы». Окончание же «а» относится к глаголам повелительного наклонения. «Шагай», «стирай» и так далее. Поэтому дошедшие до нас существительные с этим окончания в прошлом были глаголами. «Ра» – рай, это творящий рай, «сарай», «сарай» – это творящий сар, главный бог земли, отсюда и Китай, творящий пантеон дачбога. Обратное прочтение «ай» дает «я». И, в принципе, английский язык, он взял себе перевертыш, он взял себе «я», которое читается как «ай». Как отмечал А.С. Фалицын, то у дачбога было четыре имени. Отсюда «дачбог», «датьбог», отсюда «падога», «погода», отсюда «требог» и отсюда «год». Почему в английском языке, опять же, производная от русского, сохранилась «год», что означает «бог». И в русском языке также сохранилось это. В словах, когда мы говорим «годный», это значит, что это «божий», а «негодяй» означает «не божий». Также следует из слова о полку Игореве. Русские тоже себя называли внуками дачбога. Это означает, он у нас находился, вспоминаем, в Азии, в Асии, страна Ассуров. То это означает, что русские тоже пришли с Асии. Не зря Асию называют «богдальским царством». Царством дачбога, где жили боги. Ведь это был самого высокого уровня пантеон. Это место, оно было уничтожено. Оно подверглось ядерной бомбардировке. Оно подверглось ходу ледяных покровов. И было уничтожено сотни городов. Дальше там были размещены вражьи боги. А последствия ядерной бомбардировки мы видим до сих пор. И вот прежде, чем я вам покажу трезубец, я вам расскажу, что форма храма определяла, где был расположен ее эгрегор. Земленность европейских храмов вверх. Это у нас с вами эгрегор роков. Он показывал свое влияние, начиная от земли и к небу. Американские усеченные пирамиды. Если на них посмотреть, мы понимаем, что они выглядят как мегафон. И они тем самым, нам становится понятно, что они облучали вглубь земли. А уже форма пагоды, она показывала, что облучение идет ровно по поверхности земли. Тем самым мы с вами можем понять, что все три пантеона объединялись вокруг Вселенной в одну общую силу. И она уходила. Есть даже размеры влияния вот этих энергий. Так вот, храм пантеона роков, его влияние было от земли на 5 километров вверх. Храм пантеона дивов, который был в Америке, облучал вглубь земли. Она уходила на километры вглубь. И храм пантеона богов уже облучал саму землю. Получается, что образовывалась вот такая оболочка вокруг земли. И она была шириной 6 километров общей. Но вся основная энергия, она находилась в небе. Поэтому этот слой назывался сварга, что на древнерусском и санскрите означает небо. Потому и была поднебесная. Потому что они были под небесами. Получается, у нас с вами своеобразная семья. Папа Ра, мама Падага и сын Див Киф. То есть, Европа это небо, Америка это подземный мир, Азия это земля. Было время, когда все три пантеона, они работали как единый общий организм. И люди, которые жили больше сотни лет, а там сильно больше, они осваивали каждый пантеон, постепенно переезжая. Пантеон осваивался в течение 24 лет. Каждый пантеон он. И они переезжали сначала из Европы в Америку, из Америки в Азию, из Азии снова в Европу. Именно существование трех пантеонов сделало число 3 священным. Что осталось в христианской традиции? И звучит это как святая троица. А теперь... Та-да-да-дам! Трезубец. Вы видите 12 плюс 13 боков. На каждом острие трезубца. Это по 24 плюс самый главный 25. И таких три острия. Пантеон Ра, Пантеон Див и Пантеон Дать Бога. Символ древности трезубец. Что соответствует букве ПСИ. Что означает Душа. Такое совпадение. Ребята, оно не случайно. Видимо, не просто Душа, а Душа Вселенной. На посвящение и проникновение знаний о богах уходило от 72 до 288 лет жизни. После этого человек мог поклоняться Зварогу с числом богов 11. Помните, я вам рассказывала в предыдущей передаче, был прадедушка, который пока странствовал. Так вот он где был. Он изучал Пантеоны богов. А жил он многие-многие сотни лет. Через 11 лет человек получал возможность поклоняться девяти богам Пантеона Пана. Другое же имя Бур. Отсюда и Борийцы, и Гиперборея. Через 9 лет человек становился паном. И он мог поклоняться Пантеону уже следующему Сесту. И становился Сатиром через 7 лет. 7 лет на богов Пантеона Семешу. И человек приобретал способности Семира Эмира. Тогда он уже приобщался к трем богам Пантеона Весты. И через 3 года он развивал способности Визира. Видите, как нас всех запутали. После ДЭФ. И происходило слиянием духа бога. Могущественным творцом и правителем космоса. Если в Европе для начала поклонялись 24 богам Пантеона Ра, чтобы правильно понимать, то уже в Северной Америке поклонялись уже двум пантеонам богов Дева и пантеона бога Ра. Соответственно, это уже 48 богам. То уже когда человек приходил в Асию, он поклонялся трем пантеонам. А это уже 72 бога. Именно поэтому во время войны между драконами и осорами именно территория Азии была подвержена максимально жестким атакам. А дракон, надо правильно понимать, и мы эту тему, кстати, затронем, драконы, змеи. Это все одно и то же во всех сказках. Это сохранилось, мы с вами знаем. И почему именно эта территория была подвержена? Как вы понимаете, когда человек проходил Европу, Северную Америку, Азию, он уже достигал такого высокого уровня. Когда человек становился, он обладал гениальными знаниями, то именно вот это место, которое было и центром развития, центром асов света, асами там становились, понимаете, именно это место нужно было разрушить сильнее всего. Да, потому что это был центр культурной цивилизации, где люди жили уровня божественного развития. На этом, друзья, надеюсь, вам было интересно. Первую часть четвертого занятия я объявляю законченной. Завтра я выставлю вторую часть. Она будет не менее интересна. Не знаю, как у вас. У меня везде мурашки, потому что явно я чувствую, что открываются вот эти невидимые двери, которые помогут нам двигаться вперед и развивать в себе божественное. Я вам расскажу про богов Пантеона Ра. завтра, и вы сможете уже начать в себе вот этих богов развивать. Пантеон Ра, как вы знаете, он простирался аж до Ишима в Казахстане, где находилась правая точка звезды, храм богини Прави. Ну что, друзья, до нового встречи. Рада была вас всех видеть. До завтра. С вами Олеся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин